Кубка России по тайскому боксу Думаю, на нее никто толком и не обращает внимания Просто все наслаждаются этими ритмами, которые помогают нам с вами наблюдать Смертельный танец Дорогавцева и Горохова в ринге Очень активный клинч, ну и здесь умение работать коленями показали оба Последнее слово, пожалуй, что осталось за Гороховым Тут же Дорогавцев встречает соперника с передней руки, так занырнув под руку Сергея Горохова пытается Савелий пробить в корпус нижегородского бойца Неприятный лоу аж развернуло Сергея Горохова И тут же забрасывает с дальней ноги Дорогавцев в голову Очень здорово работает ногами Савелий Сергей Горохов пока не успевает отвечать на эти удары Пытался выбросить бэквист Савелий Дорогавцев, но провалился И тут же забросил ногу в корпус Сергею Горохову Очень активное начало от бойца из Новосибирска И вот сейчас Сергей Горохов наконец-то находит контраргументы Очень классная тайская скрутка от Сергея Горохова Он повыше своего соперника Так немножечко выглядит он помощнее Хотя парни очень сухие, очень жилистые Здесь, наверное, больше речь идет о выносливости и скорости Нежели чем омолще Хорошая колена от Горохова Горохова пытается отвечать тем же Но очень неплохой эпизод Бойца из Новосибирска мы с вами посмотрели Так светает на локольнику Сергея Горохова И Савелью тоже надо поправить защитную экипировку Вот сколько лет не сражаются тайбоксеры-любители в этих защитных налогодниках Пока еще ничего не придумали, чтобы они постоянно не сползали вниз или вверх Здесь наука и прогресс, видимо, все еще бессильные Но тут совершенно ожесточенный клич Горох успел несколько таких рубящих ударов локтями сверху вниз выбросить Дорогавцев активно работал коленями и по корпусу, и по бедрам Сергея Горохова тоже он не дал возможности Судя ему сомнится в том, что его клич не активен А здесь подход ноги есть Горохов обрушил соперника на конвас Атак показывает рейкере, что он сделан на это было вне рамках правил Удар с разворота от Дорогавцева не попал Немножко смазал Савелья свой бэк-кик Сергей Горохов тут же попытался подводить атаку И завершаем он сейчас, очерпая рогом лоу-киком по передней ноге И все, динамичнейший первый раунд, который завершается атакой Савелия Дорогавцева Плазит ли это для победы в раунде, это пока вопрос Ну и мы с вами попробуем послушать углы обоих бойцов Савелия Дорогавцев А Сергей Горохов, Игорь Салапаев требовал более активной работы в кличе И я так понял, что именно скручивать призывает заслуженный России Игорь Салапаев Сергей Горохов в свою визави, но не так-то просто это делать Посмотрите, какой живчик Савелия Дорогавцев Налетел он здесь, как коршур на Сергея Горохова Но Сергей как раз сумел внять советом тренера И очень плотно схватив соперника с АШ И он в итоге заставил того опуститься на канвас Здесь проваливается Дорогавцев Горохов с такой раз ножки Ссылает колено в бедро А точнее даже и скорее по пятой точке Савелия Дорогавцева Снова подхват ноги от Сергея Горохова Работа в клинче И здесь рефери растаскивает бойцов Обмен ударов коленями И снова скрутка за Сергеем Гороховым Оказывается он в этом эпизоде сверху Это же всегда влияет на оценки судей Хорошая правая рука была Сергея Горохова Классический стойка Стойки правши работают просто другой И уже не первый раз Дорогавцев пытается встретить соперника Ударом ловца с разворота Пока точности не хватает А сейчас Горохов натыкается на правую руку соперника Снова здесь жесткий обмен коленями в клинче И уже Дорогавцев засаживает колено Куда-то пониже спины Сергея Горохова Ну вообще никакой здесь нету Никакого разговора о защите Абсолютно бескомпромиссная драга с открытым забралом Сейчас после команды стоп пробил Сергей Горохов Принес свои извинения Савелью Но тот вообще и ухом не повел А тут уже что-то больше похоже на бросок из дзюдо или из рукопашки А Сергей Горохов так и не совсем чисто Скрутил Сергея своего сибирского соперника Вообще противостояние новосибирских и нижгородских тайбоксеров Уже давно становится такой хорошей классикой Опа! Что случилось с Гороховым? Просто выехали ноги из-под нижгородского бойца Но здесь видимо поскользнулся он, зайдя в собственный угол Со стороны смотрелось очень страшно Просто обрушился на конвал Сергей Но к счастью для него и его болельщиков нету Дара Савелия Дорогавцева Так вот, и в профи неоднократно сходились новосибирцы с нижгородцами С разворота от Савелия Дорогавцева вылетел очень неожиданно для Сергея Горохова И явно этот удар Сергей прочувствовал Все! Не успел начать свою атаку нижегородец Второй раунд завершен и мы с вами немножко передохнем Новые годы А так вот это os scholarships Нjar roch Мы решили Лев-н-жев-н-жев Лев-н-жев-нобр Лев-н-жев-н Тыг-тыг-тыг-тыг-тыг Кор Status Не натягивral скор Phillip Раз, раз! Это был Простоh А он весь ключ исчезнет Н wall Требует двигать Салопаев больше, а Сергей Горохов работает джебом, постоянно встречать соперника и избивать его в атаке. Благо, преимущество в росте Горохова позволяет это делать. Ну а вот Савелию Драганцеву секундант что-то подсказывал про локти, но, к сожалению, не расслышал, что именно. Продолжать ли бить локтями или, наоборот, не закладываться на удар локтем от разворота, который Драганцев все время выбрасывал в раунде по номер 2. Тут в шуме болельческих криков и в шуме музыки слова секунданта Драганцева потонули. Решающий третий раунд гала финального поединка в весовой категории 67 килограммов. Полулегкий вес, очень конкурентный эта дивизион и в профи, и в любителях. И, например, Сергею Горохову на пути к финалу пришлось пройти аж целых троих соперников. Драганцеву было на одного поменьше, но в 1-4 Драганцев прошел одноклубника Сергея Горохова, Сергея Кунькина. Также чтожного бойца, очень неплохого, уже именитого, но вот против Драганцева Сергею Кунькину не удалось ничего сделать. Поэтому сегодня Горохов может, как всему прочему, еще и отомстить за своего собрата по оружию. Третий раунд пока явно поактивнее за Саверием Драганцевым. Встречать джебом, как того просили секунданты Горохова, у нижегородского бойца пока не получается. А врываясь в клич, Драганцев здесь безостановочно работает коленями. Постоянно набирает он весты на судейских записках. Вот видно, как активно, активно подсказывает Екатерина Крайнова. Именно она является главным тренером Савери Горохова. Так что случилось с Сергеем? Врача приглашает рефери, но рассечения на его лице не было видно, что могло произойти. Похоже, есть стечка в углу глаза или где-то над глазом рассечено бегом. Но Сергей Горохов, конечно, говорит, что все нормально. И тут вообще никаких сомнений нет в том, что он собирается продолжать. Главное, чтобы у врача мнение совпадало. Можно продолжать. И тут же Драганцев бросается на Сергея Горохова. Почуял кровь Саверия Драганцев в прямом и переносном смысле. И сейчас он постарается не отпустить. Обмен ударами. Вот он, тот самый локоть, который сейчас чуть ниже приходится цели. Куда-то в область ключицы зарядился. Олег Драганцев. Еще один локоть. Не успевает реагировать Сергей Горохов. Колено и в догонку локоть выбрасывает уже Сергей Горохов. Баскомборцы, напомню, удары локтем 12-6. То есть так строго вертикальными листами разрешены. В отличие от тех же боев и по Мэй, чем Сергей Горохов. Имея преимущество, просто пытается пользоваться. Мажет, мажет Драганцев. Надо подвратить Горохову, но укатился просто на скользком, на стиле от своего соперника. И момент для контратаки упустил. Отжимает сейчас голову соперника Саверия Драганцев. Пытается с дистанцией Сергей Горохов начать атаку. Он киком не попадает. Драганцев тут же лезет в клинч. Все ближе и ближе. Концовка этого боя. И видим мы, что хозяину ринка Сергею Горохову, прямо скажем, в третьем раунде приходится непросто. Есть еще время. Есть еще время собрать концовочку. Но Саверий Драганцев не снижает оборотов в постоянном атаке. Болеец из Луго-Сибирь. Он сейчас хорошее колено от Горохова. Как следует он обтянул таз и всадил колено в соперника. И все. Драганцев показывает, что это победа. Тоже мнение у Сергея Горохова, которого приветствует Екатерина Грайнова. Мы с вами ждем судейского решения. Победителем Кубка России по Мойтай. В 2020 году в весовой категории до 67 килограммов стал спортсмен из СИУГЛА. И все-таки Сергей Горохов не согласен Драганцев. Грозит он пальцем судья. Грозит пальцем болячий.